Всем привет! Это Григорий Петров, и мы находимся в студии Озон.ру на 30 этаже одной из башен Москва-Сити. Наш гость сегодня Паша Финкельштейн, который работает в JetBrains. Паша, сегодня закончилась, насколько я помню, твоя вторая неделя в JetBrains и первая неделя в московском офисе. Какие первые впечатления? Поделись. Произошло достаточно много неожиданного. Неожиданно то, что я смог попасть в JetBrains. Неожиданно то, что в JetBrains во многом не пользуются принятыми инструментами по индустрии. Например, наш проект собирается с помощью идеи. Все Java-проекты собираются с помощью Maven, Gradle, очень старые собираются с помощью Ant, а наши собираются с помощью идеи прямо на CI. То есть так вообще никто не умеет. Но CI у нас, понятно, в TeamCity, у нас есть Tuture, AppSource и полный стэк продуктов JetBrains. Мы даже Space используем. Ты знаешь, что такое JetBrains Space? Я что-то слышал. Это было давно. JetBrains Space анонсировали в декабре. Это продукт, который... Аналог Slack'а? Не совсем. Вот я тоже думал, что это аналог Slack'а. Внезапно это полноценная штука для организации рабочих процессов. Митинги, проекты, чаты, блоги, интеграция со всякими VCS. И все это в очень красивой оболочке. И все это, конечно, написано на моем любимом Kotlin. В смысле, бэкэнд на Kotlin, фронтэнд на Kotlin.js, мобилки на Kotlin.native и просто Kotlin. В ERP-шечке, митите, Microsoft Teams вам покоя не дает. Ну, я бы сказал, что это уже лучше, чем Teams. Если я успел попользовать Teams, он мне не понравился абсолютно. Это будет тема отдельного разговора. Я ведь не просто так сюда пригласил, потому что ты хороший человек. Хотя и поэтому тоже бы пригласил. А потому что ты выступаешь на нашей конференции Moscow Python Conf Plus. В этом я не виноват. В 2020 году. Да, и вот ты упомянул Kotlin для наших слушателей. Паша – старый и опытный Java-разработчик. И вот он будет выступать на Python-конференции и рассказывать, если без сильных спойлеров. О чем ты будешь рассказывать? Я буду рассказывать о том, что я люблю и ненавижу тебя у Python Python. То есть в Python есть потрясающе крутые части, благодаря которым я смог начать писать на Python очень быстро. Ну, прикольно же писать на псевдокоде, а он раз и исполняется. А с другой стороны, я посмотрел на экосистему и понял, что в датском королевстве не все в порядке. Кажется, есть что улучшать. И вот об этом я хочу поговорить. Смотри, я, когда делаю Moscow Python, и мои коллеги, когда мы делаем Moscow Python, мы стараемся освещать разные вещи. И одна из таких мельниц, с которой я стараюсь бороться, это так называемые информационные пузыри. Это когда ты сидишь в мире Python, и тебе кажется, что вот это единственный верный путь, все остальное, там, какая-то пыха, там, Ruby, C-Sharp вообще два раза в жизни видел, Java. А потом вот неожиданно как-то смотришь по сторонам, и оказывается, что там параллельные миры, какие-то челленджи и так далее. Вот на твой профессиональный взгляд, эти информационные пузыри в нашей индустрии, они страшные? Я ведь не зря борюсь с этой ветряной мельницей. Все немножко не так однобоко. В целом, да, конечно, в каждом языке есть люди, которые не хотят в данный момент изучать ничего за его пределами, потому что сам язык необъятен, в нем есть бесконечное количество тонкостей, и хоть бы их осознать, куда уж мне в другие языки какие лезть. С другой стороны, если мы посмотрим на какие-нибудь игрушки типа SQL Alchemy, внезапно окажется, что они до боли похожи на решение, которое есть в Java, что значит, что, вообще-то говоря, миры пересекаются. Просто может получиться так, что миры пересекаются не на вас, а на каком-то другом. Это да. И, кстати, вот тебя я очень хочу спросить. Помнишь такая студия Valve, рукоятка? Они делают много всего интересного, но, в частности, они еще популяризовали T-shaped person, то есть отношение к профессиональному разработчику, как к человеку, который имеет глубокие знания чего-то одного, например, Java, и широкие знания по верхам разного. Такая буковка T с разной длиной ноги и разной длиной перекладины. И вот разное, это может быть Python, Rust, Гошечка, ну, много всего. Вот как ты думаешь, в современном программировании, не что-то по фану, а именно программирование, которое помогает нам зарабатывать деньги, делать мир лучше, то есть это и автоматизации, и коммерческие решения. Вот для большинства программистов, которых мы очень ждем на нашу конференцию, это там уровни от middle и выше, которых большинство. Вот для них это T-shape, это вообще разумно, или первые 10-15 лет надо все-таки фокусироваться на чем-то одном, а потом... Я, прости, я нахожусь на другом полюсе. С моей точки зрения, T-shaped это слишком мало. Я верю в Pentagon-shaped. Это когда у нас форма вот такая вот. Ты, конечно, знаешь свой Python лучше всего, и вот он тут глубоко закопан, но вот так вот ты еще знаешь всякие девопс-практики, какие-нибудь другие языки, скорее всего, ты что-нибудь понимаешь в дизайне, скорее всего, ты умеешь вверх стать HTML, и вот в этой вот части находятся все твои знания. Наверное, ты еще когда-нибудь смотрел Husky, или это такое ответвление от Пентагона, на которое никто не обращает внимания, то, что Valve считает перекладинку и буковки T. В общем, с буковки T должно свисать очень много соплей, и где-то будет, правда, самое глубокое место. Пентагон с щупальцами. Звучит забавно. Скажи мне, пожалуйста, а спать-то когда? Ну, то есть, если взять обычного разработчика, который работает по 8 часов в день, решает какие-то бизнес-задачи, спит по 8 часов в день, еще он хочет там чуть-чуть времени потратить на семью друзей, хотя бы час-два. Ну, то есть, вот, на твой взгляд, как вообще разработчику все это организовывать? Крутая новость, ребята. Если вы можете работать 8 часов в день, вы, скорее всего, примерно в два раза дороже любого другого человека в вашей отрасли. Потому что обычный разработчик, как показывает практика, может работать примерно 4 часа в день чистого времени. 3-4 часа подсказывает мне Гриша, я видел статистику про 4, вероятно, разные источники, у Гриша, вероятно, более новые данные, неважно. Так вот, 4-5 часов у вас остается на работе свободных. Конечно, можно сидеть в фейсбучике, в смысле, это то, что я делаю. А еще я играю в игрушки от Zactronics прямо на работе, где можно программировать на ассемблере таком, ассемблере в видном язычке. А еще я на работе периодически занимаюсь какими-нибудь педпроджектами, часто на других языках. И вообще я не верю, честно говоря, в обучение. Ладно, не то, чтобы я не верю. У меня не получается учиться по книгам. Вот Гриша крутой, он может взять книгу по Расту и сказать, что конференции Moscow Python Conf++ 2020 на Расте я смогу писать, потому что прочел книгу. Я уже на 13-й главе, у меня есть полтора месяца, а примерно 20-ти. Окей, он, похоже, близок. Я вообще по-другому подхожу. Я не читаю книг. Я беру, вот мне хочется потрогать какой-нибудь язык, и я просто начинаю на нем писать. Захожу какой-нибудь Learn X for Y Minutes, смотрю, как мне сделать самый простой проект, потом делаю что-нибудь более сложное, что-нибудь более сложное. Ну, и со временем, может быть, если повезет, я смогу сказать, что окей, я понимаю, как писать на этом языке. Честно говоря, этого более-менее достаточно, потому что в жизни оказывается так, что просто понимание парадигм других языков достаточно для того, чтобы мозг вот так вот красиво вокруг ушей дымился, и все понимали, что он у тебя такой прям большой, объемный. Когда ты начал, как ты говоришь, трогать Python, а что тебя больше всего удивило в языке и в экосистеме по сравнению с твоей любимой интерпрайзной Java? Экосистема, я не буду про нее говорить, потому что про это будет мой доклад, а в языке меня ничего не удивило. В смысле, я слишком старый для того, чтобы удивляться синтексису или чему-нибудь такому, говорить что-нибудь про скобочки или про отступы. Какая нафиг разница? Пока у меня есть PyCharm, который для меня делает правильный отступ, и меня, честно говоря, особо не волнует, что там, я не знаю, можно ли фигурные скобки использовать или нет, и нужно ли. Единственная вещь в синтексисе, которая меня удивила, это что можно использовать бэкслэши для того, чтобы переходить на новые строки. Это, с моей точки зрения, выглядит немножко по-уродски, но, наверное, каждому свое. Вместо круглых скобочек, вокруг целого выражения. И последний вопрос. Чем ты теперь занимаешься в JetBrains? В JetBrains я делаю продукт, который называется Big Data Tools. Это набор инструментов, который нужен для работы с чем? Правильно, с Big Data. Big Data сейчас у нас выглядит примерно как Цепелин. Это такие очень умные ноутбуки для работы, например, со Spark'ом, из кучи всего другого. Интеграция с HDFS'ом и вообще с Hadoop'ом. Интеграция со Spark'ом. Мы можем посмотреть прямо из идейки, какие у нас джобы сейчас в Hadoop-кластере бегают. Я сегодня доделал интеграцию с Google Cloud Store'ом. Теперь с ним можно работать почти как с локальной файловой системой. Интеграция с Hadoop FS у нас тоже есть. Интеграция с S3 у нас тоже есть. Это значит, что вы даже, в принципе, можете скопировать файлики из Ctrl-C, Ctrl-V из, например, Google в Amazon. Это еще не зарелижено. Будет зарелижено, я думаю, где-нибудь там в апреле-майе. Но функциональность уже работает. Оцените, как круто. Честно говоря, копироваться это будет через ваш локальный компьютер, но не с какой-нибудь дикой нагрузкой. Просто будет работать и работать. Вы же вряд ли будете терабайтные файлики так переносить? Резюмирую. Приходите к Паше на Moscow Python Conf, если вы хотите в первую очередь задружиться с JetBrains и его московским бренджом. Во вторую очередь, если вы хотите узнать, как Enterprise Java разработка и какие паттерны из этого мира могут быть использованы Python разработчиками. Ну и, наконец, просто, если хотите пообщаться с Пашей на огромное количество разных тем, потому что Pentagon Shaped квалификация — это много. До встречи на Moscow Python Conf. Пока!